приветики как меня слышно видно добрый вечер добрый вечер господи пока всего включу все говорим сегодня про инструменты для рукоделия про тривиальные и нетривиальные какие нужны какие не нужны какими пользоваться какими не пользоваться эфир полезен как для новичков так и для старичков потому что уверяю вас даже у старичков скорее всего не все инструменты есть в арсенале вот возможно некоторые инструменты вообще выпали из вашего вида либо вы принципе об этом не задумывались либо пробовали не понравилось забили а оказалось что пробовали неправильно поэтому такой сегодня у нас будет эфир про инструменты обязательно задавайте вопросы почему про инструменты ну на самом деле это же самое важное помимо нашего желания творить что у нас есть это инструменты то есть ну помимо того что мы хотим заниматься творчеством мы хотим создавать прекрасное мы на куб на покупаем миллион бусин всяких разных жемчужин хрусталей натуральных камней а чем все это мы делать то будем естественно встает вопрос об инструменте и о именно о хорошем инструменте чаще всего и каждый день каждый день мы получаем вопросы про инструмент какой лучше чем отличается а вот эти так похожи а как выбрать помогите помогите в творческом чате постоянно девочки тоже друг друга мучают вопросами у кого какой кому-то заходит один кому-то заходит другой сегодня я постараюсь вам показать весь возможный ассортимент инструмента которые есть у нас как еще раз повторюсь тривиальный и нетривиальный тот который должен быть сто процентов обязательно у вас и тот который может не быть но если он у вас есть он значительно облегчит вам жизнь ну во первых начнем с того что самые базовые инструменты такая информация не для старичков но повторением отечения самый базовый инструмент это три инструмента без них творить бижутерию не выйдет есть такой вопрос а как насчет а что если я куплю только один а какой можно купить только один чтобы начать я не знаю как купить только один чтобы начать потому что без трех инструментов начать на мой взгляд не получится обязательно должны быть плоскогубцы в принципе по сути вроде как даже тонкогубцы я бы их назвала то есть это не совсем плоскогубцы широкими там полотнами а тонкогубцы которые заужаются к верху но полотна вот эти вот сами хватательные у них плоские на них не должно быть никаких зазубрин никаких изъянов и так далее и потому что можно поцарапать нежную по нежное покрытие фурнитуры соответственно кусачки в идеале это должны быть ювелирные кусачки конечно же вашем арсенале по сути кусачки должны быть не одни потому что кусачки подходят ну в общем для чего нужны кусачки собственно говоря для того чтобы перекусывать перекусывать ими можно пины толщиной до 0 6 миллиметров больше я бы не рекомендовала абсолютно точно эти кусачки не используются для memory проволоки и для проволоки толще даже для медной проволоки толще 0 6 0 7 миллиметров для всего остального существуют другие инструменты либо строительные кусачки такие знаете мощные реально из магазина инструментов из сундука вашего мужа у каждого мужчины где-то на балконе есть такой сундук с инструментами где есть вот такие клещи кусачки которые можно использовать на первых порах и я очень часто вижу новичков которые пытаются откусить все что только можно обычными ювелирными кусачками потом расстраиваются что полотна дырявятся потому что использовали их неправильно и потом говорят фу это у вас инструмент плохой нет не инструмент плохой а неправильное неверное использование кусачек я кусачками пользуюсь в том числе для подрезания тросика могу пользоваться ножницами могу пользоваться кусачками но кусачки это такой универсальный инструмент ножниц может у вас не быть а кусачки быть обязаны ну и конечно же нам понадобится с вами круглогубцы это такие конусообразные полотна которыми мы делаем петельки и при помощи которых мы превращаем бусины в подвески или в коннекторы то есть все вот эти петельки которые делаются на бусинках делаются исключительно круглогубцами ничем больше сделать у вас это не получится и иногда мастера говорят мне вот этот инструмент не нужен но очень сильно теоретически если вы делаете исключительно какие-нибудь простые базовые чокеры без подвесок без всего то вполне возможно вам конечно хватит только плоскогубцев и кусачек но честно говоря все равно кто-нибудь обязательно попросит вас сережки и подвеску или еще что-нибудь и вы будете без них как без рук и правильно подсказывает не алексей профессиональные инструменты это значит инструменты предназначенные для определенных профессиональных целей компания gt которую многие знаете вы компания которая расположена в тайване которая делает одни из лучших ювелирных инструментов да именно для для создания бижутерии они делают на самом деле инструменты посерьезнее в том числе но у них очень классная линейка именно бижутерных инструментов и их действительно любят во всем мире за соотношение цена-качество вот ну у компании gt есть много разных вариаций инструментов которые я вам сегодня обязательно покажу и здесь у меня есть такое дополнение что ли не все инструменты на рынке на которых написано gt сделаны там где написано товарищи китайцы несмотря на то что тайвань это как бы часть китая кто знает географию тот поймет но есть один завод находится в тайване который делает вот это есть несколько заводика в китае которые пытаются это подделать и чисто внешне это очень похоже и иногда это даже ну прям вот ну с логотипом он иногда плохо там иногда он там стирается легко в принципе мои моим инструментом очень много уже времени у меня надпись нет не стерлась еще ни разу ну она конечно светлеет немножко но вот знаете прям так когда стирается краска такого не было есть инструменты если вам покажу внешне как будто бы сильно не отключаются покажу на примере кусачек вот смотрите вот они и те и другие выглядят казалось бы примерно одинаково них немного по-разному сделана пружинка если конечно пристально разглядывать то и вот это крепление другое и материал в них немного другой и сама вот кусательная способность грубо говоря например кусачек она будет очень сильно разная компания gt гораздо лучше затачивать свои инструменты это китайский аналог который у нас тоже продается и для тех людей у кого финансово не получается сразу купить себе хороший инструмент это отличный выход либо если вы проводите какие-то мастер-классы и вам нужно много инструмента для ваших учениц где вы не уверены в их бережности к вашему инструменту то вот такой инструмент китайский аналоговый почему бы и да потому что ну он стоит реально в разы дешевле чем компания gt но если вы берете инструменты для себя я вас очень прошу самое важное что есть у вас это ваши инструменты выбирайте хорошие вы можете выбрать бусины попроще вы можете выбрать тросик попроще вы можете что угодно выбрать попроще но инструмент выбирайте хороший насчет вопроса не могу где заточить кусачки говорят не подобраться к лезвию я вам так скажу я когда пыталась заточить кусачки gt мне заточили стоило мне это столько же как если бы я купила новые поэтому я забила на эту историю потому что поточили мне все равно плохо это как маникюрные кусачки есть там один мастер на весь город которого все мастера по маникюру обожают стоит это очень дорого реально очень дорого вот я честно говоря кусачки это тот расходный инструмент который я меняю ну раз полгода раз шесть семь восемь месяцев зависимости от того как пойдет и сколько я ими работаю сколько там перекусывание и так далее поэтому если ваши кусачки затупились всяко они затупились у вас не через месяц не через два это все-таки процесс довольно долгий это амортизация меняем одни на другие тем более в тониса периодически но раз полгода точно раз полгода точно у тониса бывают какие-нибудь акции классные где можно обновить весь ваш инструмент потом привлекательной цене и либо если вы новичок и никогда у нас ничего не заказывали то воспользуйтесь своей скидкой в 10 процентов по промокоду welcome вот почему раньше не было такого эфира я ошиблась выбран инструмента не знаю потому что не было запроса сейчас запрос появился появился эфир в любом случае если у вас есть какие-то вопросы задавайте их нам нашу службу поддержки службу забот это не сахове мне кажется мы девочки с девочкой отвечают с утра до вечера иногда даже ночью и по выходным если есть какие-то вопросы на все отвечаю так есть еще один классный инструмент ну в общем китайские и тайваньские я вам показала разница собственно говоря очевидно я вас уверяю она есть есть еще один классный инструмент который в этой же линейке и у них у всех есть такая нумерация mp и циферки какие-то у каждого инструмента свои циферки они здесь прописаны на ручках вот для тех кто знает эту нумерацию можно искать по ней например у нас на сайте можно не обращать на это внимание искать по названию есть еще один очень классный инструмент в этой линейке который лично я очень люблю но помимо того что есть еще утконосы утконосы я вам покажу в другой линейке но суть такая что этот онкогубцы загнутым носиком я покажу вам попозже но здесь есть такой инструмент который я ну просто люблю нежную любовью и девочки кто видел его в деле я его иногда мастер-классах иногда использую фаворил в рилсах я обожаю им работать с цепями с ожимными укровными бусинами ну и как дополнительная рука грубо говоря когда в одной руке плоскогубцы в другой руке вот эти плоскогубцы чем они отличаются от обычных у них прямые плоские полотна и полотна то есть если вот у этих плоскогубцев здесь гладенько и закруглено то здесь полотна как внутри так и снаружи многие скажут зачем вообще нужны с наружные полотна что ими делать плоскогубцами вроде как сжимают нет плоскогубцами наружными полотнами можно разжимать и это очень удобно при работе с цепями особенно с цепями с разъемными звеньями у которых очень тугие звенья вот такие плоскогубцы когда вы вставите внутрь звена и попробуйте разжать у вас звено просто съедет с них и скорее всего ничего не получится либо вы можете очень сильно пораниться не делайте пожалуйста так если вы работаете с цепями много приобретите себе вот такие плоскогубцы с ними реально ничего не происходит то есть это знаете это когда вы уже себе купили набор из трех инструментов и возможно даже от утконоса у вас есть и вы думаете учет мне еще не хватает купить себе еще одни плоскогубцы они реально очень классные и за что я люблю широкие полотна плоскогубцев этих вот еще раз повторюсь зажимания укрывных бусин иногда с обычных плоскогубцев бусина у меня слетает особенно если она большая ну как бы просто соскальзывает оттуда у этих очень классное сцепление при этом они не портят покрытие я не знаю как это происходит это магия компании gt и очень удобно именно вот этими плоскогубцами зажимать аккуратненько укрывные бусины если вы с ними работаете девочки станисы сразу проконсультировали как новичка что есть попроще есть лучше взяла gt алина я надеюсь вы не пожалели ну и собственно говоря gt классика и наверное ну то есть это самый бюджетный набор и самый самый бюджетный инструменты из компании из марки gt если у вас стоит вопрос в бюджете и каждые 50 рублей там 100 рублей на счету конечно же берите инструмент вот такой у него ну достаточно компактные короткие ручки это нюанс у кого руки большие у меня кстати руки большие но мне они все равно нравится посмотрите как они в руке лежат кому-то не нравится что они вот коротенькие здесь да не хватает длины этот вопрос решен другими инструментами но они более компактные они действительно маленькие удобненькие если вы еще чехольчик купите у нас есть такие маленькие красивые черные чехольчики куда вы это все аккуратненько сложите все это у вас будет лежать их удобно брать с собой если вы рукодельно берете с собой там не знаю летом на дачу к маме в гости куда-нибудь пока вы едете в поезде я знаю что многие мои девочки рукодельницы с удовольствием рукодельничают везде я сама одно время отъездила очень много на поездах когда у меня первый ребенок был маленьким жил он у бабушки все лето на даче в карелии я каждую неделю туда-сюда на ласточке гоняла по 555 часов я пока ехала туда делала украшение гибко ехала обратно делала украшения в общем проводила время абсолютно точно с пользой и конечно маленький инструмент возить с собой сильно удобнее чем любой другой хотя весь остальной инструмент не сильно больше но чуть-чуть побольше и давайте перейдем к нему естественно есть вариант инструмента который вы очень любите но с ним такое двоякая история это инструмент вот такой с голубенькими ручками это тоже компания gt у него другой буквенный код если там были mp 101 102 104 то здесь mp 93 94 92 и так далее mp вот тут написан буквенный код чем отличаются эти инструменты от тех у них другие ручки другие рукоятки не скользящий такой силикон сделано все это так более стильненько но есть разница то есть вот здесь стоит металлическая пружинка с которой в принципе в 99 процентах случаев ничего не случается хотя я видела в своей жизни бывало такое что у кого-то выпадает это пружина но ее можно обратно вставить для этого правда нужны мужские усилия и так хорошенечко пристукнуть молоточком здесь роль этой пружинки выполняет вот такой пластиковый вот такая пластиковая арочка вот которая иногда редко очень у меня инструменты они у меня еще вот смотрите такие зелененькие мы когда выбирали цвет я на тест себе покупала такие темно-зеленые инструменты но когда я поняла что они мне нравятся и мы стали выбирать цвет я выбрала все-таки нежно-голубой он эстетичнее смотрится в кадре об этом я тоже думаю в том числе а вас рукодельницы потому что часто ваши инструменты попадают к вам в кадр и это процессы это вид видео это рилсы это красивые картиночки просто процессов поэтому я выбрала нежно-голубой вот и что же кстати вот мы инструменты реально 100 лет ничего с ним не происходит у них разница какая то есть вот бывает иногда вот эта история ломается где-то сжали слишком сильно возможно там перепад температуры полежали они у вас там на морозном подоконнике потом вы взяли сжали лопнуло не знаю крайне редко такое происходит но я слышала девочек что иногда такое случается на этот случай мы специально когда делали заказ в тайване в компании gt последний раз попросили их прислать нам эту запчасть мы специально купили ее для вас чтобы ваши инструменты не шли в утиль если вдруг что-то пошло не так чтобы за очень-очень маленькую плату вы могли их починить она достаточно легко снимается ну если сломалась да и надевается новая поэтому не переживайте если вдруг у вас сломалась эта штучка в тани со хобби мы кстати единственный кто ее продаем мне кажется мой единственный кто вообще разговаривает с компанией gt напрямую может конечно это не так но они слышат очень многие наши просьбы и про одну из них я вам расскажу тоже чуть позже в общем эти штуки можно менять инструменты я очень люблю чем они отличаются могу даже сравнить по по позиционно смотрите если сравнивать круглогубцы то у вот у этой серии самые тоненькие круглогубцы из всех что я знаю и когда мне и у меня кстати в ходу уже теперь даже не два набора инструментов а три но это дело нажимное но когда я делаю очень много мелкой работы когда миллион французских петелек у меня в руках я использую вот эту серию мне действительно очень нравится маленькие аккуратненькие петельки на французской скрутки я не люблю большие лопухи мне не нравится да я понимаю что маленькие петельки увеличивают количество бусин которые мне нужно добавить в колье но я люблю красивую французскую скрутку поэтому использую вот эти вот полотна здесь тоньше видно вам будет это или нет поверьте мне на слово они длиннее и тоньше вот эта часть где можно крутить маленькие петельки здесь она гораздо тоньше я слышала от девочек некоторых буквально пара человек мнение что они люфтят давайте разберемся что такое люфт люфт это когда что-то ходит ходуном так вот люфта конкретно у этого инструмента нет чего нельзя делать этими круглогубцами работать с memory проволокой можно конечно но вот как раз там видимо и возникает ощущение люфта потому что ну уж очень изящные тонкие здесь полотна да вот эти вот конусы когда начинаешь гнуть не гнущуюся memory проволоку ну металл хоть и металл он тоже может гнуться и он просто начинает сопротивляться и вы соскакивает вот это memory проволока и вы видимо от этого возникает ощущение люфта других вариантов почему у вас это может возникать я даже предположить не могу потому что те же плоскогубцы тонкогубцы вот смотрите очень они похожи вот здесь длина похожа чуть опять же потоньше они толщина что ли получается чуть чуть потолще вот эти но это знаете такая полмиллиметра я не думаю что это сильно имеет значение то есть по крайней мере тонкогубцы будут более менее одинаковые вот у этих за счет пружины разве что как-то раскрытие побольше да то есть вот вы видите просто здесь поменьше здесь побольше в общем люблю вот этот инструмент для мелких работ где вот надо прям скрупулезно точечно любят у нас эти инструменты те кто занимается электроникой чьи мужья занимаются электроникой вот когда они там что-то паяют им нужно микроскопические штуки они берут этот инструмент потому что он высокоточный он прям маленький он не для всех работ опять же да повторимся профессиональный инструмент предназначен для разного вида работ именно поэтому хорошо когда у вас есть разный инструмент ну и с кусачками здесь тоже есть небольшое отличие смотрите-то здесь длиннее полотно кусачие так видно будет наверное она длиннее и тоньше сейчас смотрю на них увидела что у меня тут дырочка есть но им уже реально больше года это точно наверное больше полутора лет я даже не успеваю следить за этим вот потоньше поизящнее опять же очень мне нравится вот ну вот так вот наверное видно что сами носики тоньше ближе подбираются они к бусинам поэтому вот для тонких работ эта серия идеально для универсальных работ эта серия но что же делать ой сейчас простите что тему похоже на классно актрису спасибо я на кого только не похожа мне еще говорят что похож на софию ротару молодости это же приятно она красотка до сих пор что же делать тем кто хочет универсальный набор ну ручки короткие решение есть мы действительно долго разговаривали об этом с компанией джи ти просили сделать серию инструментов которая будет с удлиненными ручками чтобы были ручки как вот у тех инструментов при этом без вот этой пластмасски но чтобы носики были такие же как у стандартного набора и сегодня я вам покажу в действии лавандовый набор естественно конечно же эти инструменты есть и в черном цвете для тех кто не любит цвет кому нужно вот лаконично черненько в кадре красиво и вообще не пачкается и вообще черненькая но для тех девочек которые девочки и в душе и снаружи и везде и которые ну никак не могут пройти мимо красивого цвета это мой фаворит моя любовь лавандовый оттенок чем же они будут отличаться что касается носиков всех верхушек они абсолютно такие же вообще ничем не отличаются они мощные классные в них пружинка стоит все здорово и бонусом идет удлиненная ручка чтобы вам было видно разницу я вам ее покажу разница сантиметр смотрите сантиметр они длиннее вот они уже в руке то есть ну прям прямо уже вот всю ладошку занимает у меня большая рука вот и они будут отличаться своим покрытием у них здесь идет такая пластмассочка акриловая не знаю как такая штука с покрытием soft touch они безумно приятные на ощупь то есть ну удобный износа ему нет вообще здесь soft touch это прям это хочется трогать это как мы я не очень тактильная мне нравится трогать то что хочется приятненько потрогать вот здесь это есть здесь очень красиво я не знаю видно вам или нет но нанесена вот тут нанесено тиснение чтобы они все-таки в руке не скользили то есть они такие более обтекаемые мягонькие но вот здесь вот специально с двух сторон очень красивая при помощи таких треугольничков значит чем-то напоминающий сакральный такой узор нанесено красивое покрытие здесь вот еще есть ушки на самом деле вариаций много как их можно использовать кто-то если опять же у вас мастерской акте работают какие-то еще мастера кто-то привязывает за эти ушки чтобы не знаю никуда не терялась кто-то soft touch у меня нести у меня и soft touch не не стирался не знаю как насчет покрытие облезла возможно во первых они это новинка они только пришли я не знаю когда вы успели конкретно эти попробовать чтобы у вас еще и soft touch покрытие сошло это прямо очень интересно поэтому у меня пока вот я сколько дней ими работаю и у меня еще ничего не сошло и более того когда мы получили тестовые образцы мы тоже с ними поигрались по работали все при прекрасно было еще за вот эти вот штучки можно их крепить короче чтобы они у вас при транспортировке не раскрывались вот в кусачках это не очень да видно но здесь прям такая мощная пружина что они довольно высоко у отходят в общем здесь можно знаете брать такой такую штучку как она называется чем проволочка короче можно их скручивать и таким образом транспортировать в закрытом виде в общем тоже можно так использовать вот можно не знаю мне кажется может милые подвески сюда вешать в общем вариаций много как хотите так так и используйте про вопрос я так и сказала что soft touch я не могу сказать стирается он или нет я поняла что это был вопрос и знак вопроса прочитала у меня не стерлось пока что буду тестировать конечно вечного то ничего нет возможно через там полгода год использования регулярного у нас ладошки потеют пот у нас может затереть что угодно он стирает покрытие с ювелирных изделий конечно soft touch тоже можно затереть это не вечная история это расходные инструменты которые нужно регулярно менять спасибо большое за комплимент моему украшению это кросс роуп между прочим мастер-класс на это украшение снят по вашим многочисленным просьбам и снят он здесь майорка на нити через узелок длинное украшение с использованием карабина который вы часто не знаете как использовать в общем я думаю что воскресенье он должен выйти ждите ожидайте можете можете закупаться майоркой нитью и этими карабинчиками его можно носить вот так я не сегодня очень жарко было бы сидеть в пиджаке но представьте что я сижу в пиджаке и вот вокруг ну как бы когда но поперек пиджака это прям мега красиво выглядит вот спасибо большое да я люблю жемчуг наверное поэтому он не очень идет и жемчуг это очень женственная история мне кажется он вообще женщинам идет я никогда не видела женщину который бы не шел жемчуг вот кстати покажу вам утконосы как раз здесь потому что они у меня здесь в руках чем отличаются тонкогубцы плоскогубцы от утконоса загнутым кончиком по сути толщина кончика такая же для чего же они нужны часто его просто нафига не нужны этим же тоже можно можно это баловство некоторым мастерам нравится я использую мне действительно нравится когда есть труднодоступные места куда нужно вот как вот туда вот залезать то этими ты просто так и она туда залезла опять же повторюсь эти инструменты действительно часто используют мужчины в тонких работах в каких-то пайках и так далее это удобно и тонкогубцы иногда просто необходимо а какой размер жемчуга в украшении восьмерка забыла это 8 миллиметров но и 10 миллиметров будет смотреться очень хорошо 6 будет мелковато как по мне так базовый инструмент жить и мы с вами рассмотрели пойдем в небазовый и тоже будет жить и у нас с вами так не базовый инструмент жить и это наши наши новинки новинки в тениса хобби вообще как бы не новинки в мире совершенно точно а кстати я вам не показала черный то я вам просто могу показать черный большой вот тут утконосы как раз относительно черного классического увидите они разные глянцевый блеск матовый софт-тач опять же смотрите если вам в кадре нужно матовые берите эти ведь вам нравится как эти красиво бликуют берите эти вот в руках разница разница очевидна так это я вам показала требует кримпер на екатерина требует кримпер ну давайте с кримперов и начнем так два кримпера на самом деле у нас их было три и начали мы с самого большого продавался только на маркетплейсах у нас его очень быстро раскупили мы так не поняли зачем он нужен чаще всего рукодельницы работают с двумя видами кримпов это полтора миллиметра и два миллиметра собственно говоря вот инструмент и 61 специально даже подписала чтоб не забыть это кримпер для кримпов полтора миллиметра и 62 этот кримпер для кримпов 2 миллиметра самый топ вопрос а чё нужен кримпер нет можно без кримпера я девочек на своем базовом курсе который к слову сказать стартует новый поток 7 мая но это так информация авто для тех кто ждал 7 мая мы вновь будем мы вновь стартанем с созданием украшений мы не используем кримперы в базовом курсе это мулька это еще один инструмент когда у вас уже есть все три у вас есть утконосы у вас есть даже супер клевые плоскогубцы вы думаете блин хочу что-нибудь добавить берете кримпер 2 потому что одним к сожалению не справится в кримпере есть показать но вы видели мастер-класс выложили мы как им пользоваться он используется для зажатия кримпов если мы берем просто кримп то мы его зажимаем плоскогубцами у нас получается такая плоская пломбочка либо более квадратненькая либо такая длинненькая и два миллиметра это прям конкретно два миллиметра плоская пломбочка которым ноги мне нравится зрительно и они пытаются ее закрыть укрытной бусиной который им тоже не нравится и с ней вообще сложно как говорят многие но ежики как это кололись и продолжали есть кактусы как-то тогда есть такое выражение так вот скримпера все несколько проще здесь есть два отверстия вам возможно не видно поэтому рекомендую посмотреть наш маленький рилс клип он есть везде во всех социальных сетях как им пользоваться и там сначала вы зажимаете кримп первой дырочкой и получается у вас не плоский кримп становится как плакали еле как-то не плоский как обычными плоскогубцами а вот такой как такой подковкой немножко единственный нюанс я вам сразу про него скажу опытным путем выясненный мной это история с кримпером работает только если вы продеваете туда тросик туда обратно если вы надеваете на тросик кримп в одну сторону и начинаете это делать кримпер не работает я не знаю почему но не работает когда там тросик надет туда и обратно то есть вот в эту подкову у вас вот сюда и вот сюда уходит тросик дальше ну то есть грубо говоря вот вы ее вот так зажали у вас изначально дырочка сплющит это все это сплющит вам всю эту историю в такую подкову дальше вы поворачиваете кримп вот таким образом и второй дырочкой прижимаете его вот так и получается что вместо длинной такой плоской штуки у вас она складывается вот такой маленькой книжечкой и получается малюсенькая пломбочка выглядит гораздо аккуратнее и получается что можно использовать тогда кримпы не укрывая их там конечно же всегда возникает вопрос а они не заржавеют а что с ними будет ну собственно говоря ничего не будет ничего такого что могло бы случиться со всем остальной вашей фурнитурой вся эта фурнитура делается на заводе из латуни что кримпы что укрывные бусины что карабины что цепи понимаете это в любом случае сплав на основе латуни который покрывается вроде липозолотой ну то есть неким покрытием поэтому что скрипы могут стереться что укрывные бусины могут стереться вообще все может стереться и вообще бижутерия это не навсегда запомните это нету вечной бижутерии нету даже со сталью иногда бывают приколы всякие вот поэтому кримпер штука клёвая прикольная если вы хотите себя чем-то побаловать возьмите кримпер если вы не можете взять сразу два и вы сомневаетесь в размере проанализируйте какими кримпами и каким тросиком вы чаще всего пользуетесь если у вас в ходу большинстве случаев идет 0 3 миллиметра и вы пользуетесь полторашками значит вы берете маханьки крем есть если вы используете 2 миллиметра берете тот который побольше если вы используете 0 4 миллиметра да есть более стойкой действительно чаще всего кстати стойкость зависит от того что внутри а не от того что снаружи это нам объяснили на заводе в китае когда мы там были история какая чем хуже сплав внутри тем быстрее стирается покрытие но даже китайцы дают максимум полгода на покрытие поверх латуни они они искренне говорят дольше она не держится не пытайтесь из этого сделать дольше это вам повезет если она будет держаться дольше на по обычному металлу покрытию вообще дают месяц поэтому как бы есть еще конечно же история с часто я вижу девочки пишут что вот раньше была фурнитура goldfield которую сейчас днем с огнем ее просто реально никто не делать потому что никому не интересно очень дорого и ну как бы проще заменить проще поменять украшение ну из моды успевает иногда выйти нежели там вот устраивать из этого какую-то там вечную историю банк империал нет такого бижутерия не хранится она годами не передается она из поколения в если передается то очень сильно повезло хотя у моих клиентов есть украшение которые они реально носят по 5 по 6 лет и все ок но там была обычная фурнитура видимо тут еще есть особенности конкретного человека мы об этом часто говорили в эфирах особенности климата в котором живет человек особенности частоты ношения и аккуратности ношения украшения у меня тоже есть украшение которое делал и 6 и 7 лет назад с ними все окей а есть украшение причем из той же фурнитуры которая лежит у меня пять-шесть лет ты делаешь и что-то идет не так это все даже из одной и той же фурнитуры ты делаешь два абсолютно одинаковых украшения у одного человека наносится месяц у другого наносится год один человек живет в влажном климате другой живет в сухом один жарком другой там холодно один обожает носить на голое тело другой носит только там на ткань ну и так далее ну и плюс там не знаю особенности потоотделения и состав пото и продукты которые человеке есть и лекарства которые он принимает в общем там миллион факторов которые на все это влияет поэтому это очень однобоко говорить что вот там все зависит только от чего-то одного это не так еще один кайфушный инструмент от компании gt это кусачки для memory проволоки девочки это бомба пушка ракета вообще я понимаю что казалось бы блин ну чё вот еще для memory проволоки что отдельные кусачки иметь если вы хотите полюбить себя если вы хотите что-то такого чего у вас нет и кайфовать от звука по memory проволоки кусачки они реально созданы для memory проволоки и для проволоки с диаметром выше 0 8 миллиметров если вы работаете с даже с медной проволокой крутите разные штуки из нее вокруг камней это офигенный инструмент потому что режет он прям четенько оставляет красивый ровный срез без каких-либо там а есть проблема в кусачках а вы в обычных строительных кусачках у них вот таким образом идет полотно то есть в ювелирных кусачках скос только в одну сторону у полотна у тех кусачек которые предназначены для стройки у них вот так идет чаще всего скос и когда ты ну вот у тебя тут конус тут конус ты зажимаешь вот эту историю на проволоке там образуется вот такая острая штука которая колется которую потом нужно там либо наждачкой стирать в общем что-то с ней делать чтобы она не колола вот этот крайчик не колол вот эта штука режет вот так и у нее нет никаких скосов она делает ровный срез абсолютно ровный прямой срез я кайфанула я брала даже самую толстую нашу мэмори проволоку она делала и один и два миллиметра и никаких проблем поэтому если опять же вы работаете с проволокой мэмори проволокой и вам этот ну как эта фурнитура для создания бижутерии нравится реально очень крутая история блин скажите спасибо не один раз прям классные они уже такие там помощнее и опять же если у вас не знаю мужчина занимается чем-то где проволоки много может кто-то что-то паяет кусачки оставляет борозду ну вот вот это не оставляет и есть еще один классный инструмент для мэмори проволоки я его тоже показывала он обычный китайский простой недорогой вообще прям недорогое ты уже нет жить и но инструмент клёвый это вот такая штука где вот тут круглогубческая кодка такой конус как у круглогубцев а вот здесь что-то типа плоскогубцев но внутри бороздка под круглогубцы то есть она туда как бы внутрь заходит это самый лучший инструмент для работы с мэмори проволокой вот любым инструментом вот этим ювелирным будете мучиться закручивай эту петельку на конце а те кто работает с мэмори проволокой знают о чем я говорю вот эта штука не помню сколько стоит 250 рублей по моему ну вообще просто там вот они у нас кстати есть и на зоне и на wildberries если вам надо только одну эту штуку закажите там там они у нас тоже есть она обалденно делает колечки на мэмори проволоки понятное дело что на эти колечки будет делать хорошо и на пинах тоже но для пинов опять же если вы не любите большие ушки толстовата вот эта штука для мэмори проволоки прям крутая история вот и если мэмори проволоку уже как говорится ничем не испортишь то здесь вот внутри покрытие такое ну не гладенькое и какие-нибудь нежные пины может поцарапать если по ним скользить прям как ну как наждачка может выступить в мэмори проволоки прям так хорошо это все он прям зацепляется и так и ничего тут не люфтит точно здесь надо только руку держать и хорошенько качнуть там себе все виды мышцы потому что усилия вам понадобится ну и из этой же серии вот такой мы его называем инструмент два в одном ну потому что здесь вот как бы и и и вот типа ну как и как плоскогубец и как утконос но вообще на самом деле конечно тут не совсем чтобы два в одном а ну для одного и того же делать как бы функции немного в нем а есть вот такой инструмент вот он называется у нас три в одном и вот он прикольный реально вот это инструмент три в одном тоже недорогой его тоже очень часто любят мастера которые устраивают мастер-классы для множества людей не хотят вкладываться в инструмент для тех кто что-то делает здесь маленькие полотна круглогубцев тоже достаточно кстати тоненькие носики можно делать довольно неплохие петельки у пинов здесь есть кусачка кусачковая часть вот тут вот сзади честно вам скажу как кусачки но слабенькие ну слабенькие ну как бы красиво тросик они вам не перекусят то есть пины кусят тросик не кусят ну как бы не надо на них возлагать надежду не та цена но я хочу вам показать ту часть которая моя любимая в этих штуках я ими тоже пользуюсь это вот эта дырочка вот эта дырочка перед кусачками это обалденная история для тех кто пользуется цепями то есть вы вот той штукой цепь звено цепи разжали и дальше у вас начинается квест как его сжать обратно чтобы не поцарапать звено и чаще всего вы плюете выбрасываете это разжатое звено потому что так проще но можно не разбрасываться звеньями цепи это целый сантиметр это ваши деньги вы вставляете звено цепи вот сюда вот так вот таким образом она у вас там разжатое вы туда его вставляете и зажимаете и без каких-либо проблем он просто зажимает эту это звено и и все и никаких зазубрин никаких помарок на цепи он не оставляет хотя выглядит довольно ну такой знаете топорный инструмент если там сравнивать с обтекаемым красивым нежным джетти это топорный простецкий инструмент из китая но блин он клёвый здесь еще есть одна штука вот тут вот такая вот такое отверстие я где-то видела в одном из магазина с фурнитуры они сняли рил что типа это отверстие для того чтобы гнуть пины я вообще не поняла зачем нужно отверстие чтобы гнуть пины еще и отверстие эти диаметром почти в один миллиметр как бы пины можно и пальцем загибать чем угодно загибать на только вот не этим я подумала что это отверстие мне напомнила как она называется то вот часть кримпера вторую то есть не ту которая подковку делает а ту которая вот уже зажимает ну чисто теоретически возможно вот этой штукой можно дожимать кремпы но я и вам искренне могу сказать я так и не разобралась зачем эта дырочка ну возможно кому-то опять же она подойдет вот я подумала что возможно проволоку толстую как-то гнуть можно но не пины я не видела пинов толщиной 1 миллиметр чтобы гнуть при помощи этого инструмента так еще из инструментов которые должны быть нужны по крайней мере рукодельницы так я ими пользовалась и выложила перед эфиром на рабочем столе не у меня остались на взяла маленькие собой это ножнички одни из лучших китайских ножничек вот эти называют иногда дети ножниц их реально очень люблю это полотна у меня такие дома во первых есть всех размеров мне очень нравится я очень люблю работать этими ножничками с тросиком и когда вам нужно вырезать когда для тех кто работает там с фетром и вам нужно ну или с чем-то где нужно прям вот чтобы острие ножничек хорошо резала классные ножницы опять же офигенные по цене ну то есть это не какие-нибудь там шарпи которые там будут стоить больше двух тысяч рублей это китайские ножницы но это самые известные китайские ножницы и самые любимые всеми вот соответственно маленькие есть такие же побольше с ручками большими туда и рука целиком влазит есть с большими ручками но маленькими полотнами такие они потолще тут выбирайте какие вам больше нравится но ножнички это нужный в ходу инструмент я действительно ну то есть я работаю ножничками часто с тросика ну и помимо этого когда приходят бусины на лески на нитки их тоже чем-то надо резать почему бы не резать это красиво эстетично и про эстетику а мы с вами про эстетику во многом эти ножницы обалденно красиво смотрятся в кадре вот один из наших с вами инструментов продвижения это наши кадры и тут такой то да 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 19 апреля мы стартуем вы просили мы делаем мы не планировали но вы очень просили курс контент с обратной связью 19 апреля старт сегодня девочки выложили везде уже анонс и ссылочку на регистрацию отзывы от предыдущих потоков мега крутые мы там просто учимся продавать через контент и эти то что делали девчонки к концу курса все вот кто был могут подтвердить это было реально круто бизнес лифтина это чуть-чуть подождите эту новость чуть-чуть подождите эту новость дайте стартануть контент про бизнес расскажу я помню про вашу про вашу просьбу это мы тоже вот мы почти доделали платформу для бизнеса чуть-чуть чуть-чуть может быть следующий вторник расскажу вот поэтому когда мы делаем эстетичный контент и в нем лежат красивые маленькие ножнички на которых здесь такая красивая красивый дракон нарисован прям они реально очень красивые все что приятно вам должно быть красиво конечно такой инструмент в кадре смотреться не будет вот ну просто не будет он не продаст ваше украшение дорого потому что это недорого а вот это будет дорого это реально сделает вашим украшением сразу там x2 если фоточка красивая но это не весь инструмент который вам хотел показать есть у меня еще одна любовь с которой не все подружились а я люблю это колечки и у меня для вас супер новость мы нашли производителя который сделал нам их значительно дешевле и сегодняшнего дня колечки для колечки помощники для создания бижутерия стоит всего 50 рублей на сайте таниса hope be дешевле чем на известном всем китайском сайте и ждать не надо целый месяц вот за что я их люблю собственно говоря опять же я сняла для вас рилс я вам покажу что я ими делаю но я элементарно пользуюсь ими когда работаю с плоскогубцами и когда много колечек вот реально когда нужно вот эти колечки открыть закрыть то есть я беру колечко в взяла утконоса ну пусть будет утконоса плоскогубцы зажимаю дальше подношу в маленькую дырочку я большой не пользуюсь почти что большая для цепей для звенья в цепи это когда вам цепь нужно разжать вот тогда используется вот это большое отверстие маленькое отверстие для колечек вы туда подносите колечко раскрываете а колечки раскрываются не так а вот так об этом я говорю на курсе стань мастером и часто в принципе об этом говорю вы колечко раскрываете с одной стороны например надеваете ну то есть вот вы его раскрыли у вас плоскогубцы держатся то есть когда ювелира работают у них часто две двое плоскогубцев или еще третья рука так называемая когда фиксируется плоскогубцы которые зафиксированы на стойке вот такого колечка не хватало все ногти угробила я тоже если вы не хотите ходить так часто на маникюр как я возьмите колечко потому что реально что мы делаем мы делаем это ногтями ногтевая пластина в какой-то момент не выдерживает ломается не прекратите мучить свои ногтевые пластины соответственно открыли колечко аккуратно зацепили у вас она зафиксирована вы цепляете туда там подвеску вы цепляете туда цепочку и дальше вот она у вас там все висит на этом колечке вы точно также при помощи этого же отверстия обратно зажимаете и у вас она ну вот как вы его раскрыли так и обратно закрыли реально очень удобная штука ну и соответственно если вы работаете с цепями все то же самое цепи разъемные где вам нужно смыкать размыкать смыкать размыкать там где размер цепи позволяет а здесь довольно толстая эта история это ваш помощник это спасение вашим ногтям оно абсолютно никак не мешает вашему творческому процессу вы можете взять инструмент вот в эту руку ну как бы она просто есть это колечко поймите вот но она удобно удобнее чем вот двое плоскогубцев и потом вы должны как-то где-то пальцами зацепить то что вам еще нужно подцепить это все из рук валится колечки выскакивают что оказывается на полу здесь все быстрее ну реально это очень крутая штука если у вас нет 50 рублей при следующем заказе в тениса хобби вы не пожалеете ну реально классная вещь я часто использую и кстати в базовом курсе раньше прямо про него рассказывала но потом подумаю что наверное это все таки такая не ну не базовая история кому надо тут купит вот вам рассказываю надо что еще есть рукодельниц в ходу что может быть нужно и часто нужно это шила обыкновенная портновская шила у нас на они такие красивенькие зацветники есть розовенькие желтенькие зелененькие выбирайте такой какой вам нравится для чего нужно шило скажите вы а есть как минимум два момента при которых шила просто необходимо это первое цепочки с овальными звеньями тоненькие которые никак у вас в них то колечко не продевается то на швензу она не надевается шила вышила продеваете в звено цепи еще покажу прям пошлять она но да ладно и в этом овальном цепи вот так вот шилом вы елозите пока колечко из овального не превращается в круглое и в это круглое колечко уже влезет любое другое кольцо это звено цепи становится круглым и вуаля у вас уже эта цепь влазит и на швензу надевается и в колечко продевается и пожалуйста вообще ноль проблем особенно это касается тонких цепей без шила ну просто никуда ну реально вы не сделаете это больше ничем кроме как шила и второй момент который который лично я использую для чего лично я использую шила это работа с хлопковым жемчугом так как внутри хлопкового жемчуга все-таки натуральный хлопок его делают на заводе каждую штучку вручную иногда бывает что вроде как дырочка проколота и даже дырки видны сверху снизу а пин не проходит просто потому что когда дырку прокалывали волокно хлопка ну застряла вы берете шила надеваете его продеваете в хлопковый жемчуг чуть-чуть прокручиваете все ноль проблемас у вас вообще то есть ну как бы вот как минимум два варианта для чего нужно использовать шила опять же цена вопроса минимальная возможно вы кто-то найдете у себя его дома но шила это важный инструмент для рукодельницы который желательно должно быть у нас она такого размера максимально универсального кто работает супер мелкими цепями ну поищите в швейных магазинах более тоненький вариант это такой среднестандартный вариант и есть у нас еще одно интересное шило которое некоторые уже заценили выглядит просто вроде как шило но вот этот носик сделан из материала как графитовая наждачка это шило расширитель для натурального жемчуга когда у вас малебусенькая дырочка в жемчужине и вам капец как надо сделать расширение иначе у вас тросик туда-сюда не проходит например понятное дело что нитку жемчуга вот так вот вы сверлить не будете вы обалдеете у вас эта штука сломается я вам сразу скажу этот инструмент довольно хрупкий от падения носик может обломиться и сломаться совсем ну вот такова особенность производства то есть это не напыление по металлу здесь вот сам носик он вот такой вот шершавенький как как наждачка но те у кого он есть опять же кто пользуется нравится вы просто засовываете это шило в отверстие натурального жемчуга и крутите и она потихонечку расширяет так как жемчуг органический материал расширяет отверстие изнутри и потихонечку то есть вы чуть-чуть пошуршали вытащили у вас вот часть вот этого жемчуга останется здесь вы его аккуратно там стерли сдули там сдули из дырки и дальше по чуть-чуть по чуть-чуть но это реально ну то есть это уже конечно для продвинутых пользователей это вот не маст хэв прям срочно все побежали покупать но кто работает с натуральным жемчугом штука классная естественно я бы вам там еще могла показать там кучу всяких разных штук типа маркер для жемчуга про который как раз прошлый раз спрашивали а еще например там из прикольных инструментов есть пинцет опять же ум но не другие бусины расширять не можно например для бусин этих ну то есть хлопковый жемчуг не получится у вас хлопок намотается а натуральные камни не расширятся они для них нужно алмазное сверло там еще не не каждая сверло подойдет не то что ручная история пиццет для любых для разных работ мы его приобрели исключительно для того чтобы делать когда вы работаете с четками и с малыми то это очень удобно делать пинцетом завязывать узелочки не сделайте вы это без него можно делать круглогубцами можно делать пинцетом пицетом ближе к бусине аккуратнее получится поэтому опять же недорогой инструмент но необходимый если вы будете работать с жемчужной нитью лоточки скоро у нас будет новый красивый цвет это спойлер простите меня те кто в курсе из команды сейчас они у нас есть беленький скоро будут красивые другого цвета это просто удобно опять же это эстетично смотрится в кадре если вы разложили красивые бусинки если вы работаете с мелкими бусинами чтобы они не путались вы берете лоточки они друг другу красиво встают удобно хорошо салфеточки которые вы можете использовать для работы для протирания элементов чтобы там перед тем как вы отправляете клиенту все пальцы убрать либо вы можете просто покупать и вкладывать своим клиентам в качестве комплиментов коробочку в пакетик как бы мешочек в чем вы отправляете есть они безумно красивых таких нежнятских цветов выбирайте любой какой вам больше нравится ну и конечно такой финалочка на сегодня это наш любимый коврик мне кажется что он есть уже у всех у кого его нет я не знаю чего вы ждете он бывает разных цветов и даже для нас каждый раз лотерея какого цвета в этот раз нам пришли от коврики завод они бывают красные бордовые серые голубые зеленые в общем прям по цвету коврика можно примерно определить когда человек его покупал и ни в какую не хотят они делать коврики определенного цвета мы никак не можем договориться делать и всего один завод китая это реально крутая штука это коврик с которого не скатываются бусины не укатывается даже мелкий бисер я не знаю вот вы его высыпали потом аккуратненько у нас еще кстати есть лопаточка я не взяла вам ее показать но тоже классная штука чтобы потом с этого коврика собрать все эти мелкие бусины даже если у вас кот придет и плюхнется с вами рядом бусины никуда не денутся то есть ему даже придется лапой хорошенько постараться чтобы они укатились ну то есть для мелко понятно крупные большие гладкие бусины быстрее покатиться но не так быстро как они это сделают по гладкому столу поэтому коврик тоже крутая история достаточного размера чтобы работать этого это комфортный размер на коврики с разметкой нет и не хотят они нам делайте я честно говоря себе это тоже слабо представляю ну вроде как зачем я обычно когда работаю я просто кладу рядом линейку мне так удобнее потому что ну сделаем мы там даже если бы мы нам нанесли разметку какую-то ну будет там у вас 10 сантиметров она вам зачем когда вам надо там не знаю 40 у меня разметка прямо на столе нарисована у нас есть сантиметр который приклеивается к столу на метр вот так вот и у вас он может быть прям по бортику стола вы сели работать разметка у вас пожалуйста прямо на столе красивая металлическая вот поэтому если у вас нет коврика коврик это must have реально удобная штука и девчонки все говорили о том что кто кто только что его заимел недавно сказали господи девчонки жила без него что я же я столько времени потеряла то на этом без этого коврика фух целый час вам говорила про инструменты надеюсь что было полезно возможно для кого-то открыла новый инструмент возможно какие-то старые инструменты открылись по-новому вот соответственно ну и конечно же еще раз хочу напомнить про то что не одними инструментами живет рукодельница можно классные делать украшения можно иметь самые красивые инструменты все бы замечательно но не иметь продаж а все почему потому что вы не используете большой и классный инструмент который называется контент и именно поэтому я искренне приглашаю и зову вас зазываю приглашаю спрашиваю не хотите ли вы хотите ли вы к нам прийти на курс контент потому что это реально стоит того у у нас вообще никакой воды 14 уроков интенсивных без воды с домашним заданием из проверка этого домашнего задания с обратной связью от меня и от всей моей команды за очень реальную стоимость которую при желании можно взять в рассрочку если вам это удобно но девчонки сказали что после прохождения курса курса купился очень быстро потому что фотографии стали другими релсы начали сниматься люди начали приходить и даже в моменте когда мы делали домашние задания у людей просто увеличивался чек увеличивались продажи потому что ну блин качественный контент это один из главных инструментов а мы говорим с вами про инструменты сегодня инструментов рукодельницы не здесь ну как бы даже если вы офигенные делать украшения но вы не умеете их подать вы не сможете их продать за ту цену за которую бы вам хотелось вот так что ждем вас всех на курс контент стартует 19 апреля запись уже вовсю но и для тех кто еще не мастер но вдохновляется всеми нашими эфирами и думает вот ну чего то ему не хватает а 7 мая мы стартанем с новичками на курсе стань мастером и кстати говоря на обоих наших курсах можно выиграть грант на покупку фурнитуры в магазин таниса хобби для тех кто будет с нами на курсе контент это 5000 рублей одна из самых активных участниц которая покажет самые крутые результаты выиграет этот приз эти 5000 рублей на шопинг в таниса хобби но выиграет выиграют все на самом деле потому что все те кто будут выполнять домашку и делать то что мы рассказываем для вас уверяю это выигрыш будет при по любому потому что результат не заставит себя долго ждать а грант это так приятный бонус ну и для на курсе для новичков грант составляет 10 тысяч рублей там работать придется дольше и больше вот все всем доброй ночи отличной недели наконец-то мы с вами вышли из коридора затмений ну и плавненько движемся по ретроградному меркурию на который они не стоит так сильно боятся быть просто внимательный в коммуникациях при и внимательным к себе и в отношении к самой себе все я вас целую обнимаю очень люблю и всегда жду в таниса хобби всем пока